Из Энского уязного города Зетской губернии ранним июльским утром выехала и с громом прокатилась по почтовому тракту безрессорная ошарпанная бричка. Одна из тех допотопных бричек, на которых ездят теперь на Руси только купеческие приказчики, гуртовщики и небогатые священники. Она тарахтела и взвизгивала при малейшем движении. В бричке сидело двое эндских обывателей. Купец Иван Иванович Кузьмичев, бритый в очках и в соломенной шляпе, больше похожий на чиновника, чем на купца. И другой, отец Христофор Сирийский, настоятель Энской Николаевской церкви, маленький и длинноволосый старичок в сером парусиновом кафтане, в широкополом цилиндре и в шитом цветном поясе. Первый о чем-то сосредоточенно думал и встряхвал головою, чтобы прогнать дремоту. На лице его привычная деловая сухость боролась с благодушием человека, только что простившегося с родней и хорошо выпившего. Второй же влажными глазами удивленно глядел на мир Божий и улыбался так широко, что, казалось, улыбка захватывала даже поля цилиндра. Оба они, как Кузьмичев, так и отец Христофор, ехали теперь продавать шерсть. Настроение духа у обоих было прекрасное. Кроме только что описанных двух и кучера Дениски, неутомимо стягавшего по паре шустрых гнидых лошадок, в Бричке находился еще один пассажир. Мальчик лет девяти с темным от загара и мокрым от слез лицом. Это был Егорушка, племянник Кузьмичева. С разрешения дяди из благословения отца Христофора он ехал куда-то поступать в гимназию. Его мамаша, Ольга Ивановна, вдова коллежского секретаря и родная сестра Кузьмичева, любившая образованных людей и благородное общество, умолила брата взять с собою Егорушку и отдать его в гимназию. И теперь мальчик, не понимая, куда и зачем он едет, сидел на облучке рядом с Дениской, держался за его локоть, чтобы не свалиться, и подпрыгивал, как чайник, на конфорке. От быстрой езды его красная рубаха пузырем вздувалась на спине, и новая емщицкая шляпа с павлиним пером, то и дело сползала на затылок. Он чувствовал себя в высшей степени несчастным человеком. В последний раз Егорушка оглянулся на город, припал лицом к локтю Дениски и горько заплакал. «Ну, не отревелся еще рева», — сказал Кузьмичев. «Опять баловник слюни распустил. Не хочешь ехать, так оставайся, никто силы не тянет». «Ничего, ничего, брат, Егор, ничего», — забармотал скороговорка отец Кристофор. «Ничего, брат, призывай Бога. Не за худым едешь, а за добром. Учение, как говорится, свет, а не учение тьма. Истинно так». «Хочешь вернуться?» — спросил Кузьмичев. «Хочу», — ответил Егорушка, всхлипывая. «Ну и вернулся бы. Все равно попусту едешь за семь верстки селя хлебать». «Ничего, ничего, брат», — продолжал отец Кристофор. «Бога призывай. Ломоносов также вот с рыбарями ехал. Однако из него вышел человек на всю Европу. Умственность воспринимается с верой, дает плоды Богу угодные». «Иной двадцать лет обучается», — сказал Кузьмичев, «закуривая дешевую сигару. А никакого толку». «Это бывает. Кому наука в пользу, а у кого только ум путается. Сестра, женщина непонимающая, норовит все по-благородному и хочет, чтобы из Егорки ученый вышел, а того не понимает, что я и при своих занятиях мог бы Егорку навек осчастливить. Я это к тому вам объясняю, что, ежели все пойдут в ученые, да в благородные, тогда некому будет торговать и хлеб сеять. Все с голоду поумирают». «А ежели все будут торговать и хлеб сеять, тогда некому будет учение постигать». И, думая, что оба они сказали нечто убедительное и веское, Кузьмичев и отец Христофор сделали серьезные лица и одновременно кашлянули. Дениска, прислушивавшийся к их разговору и ничего не понявший, встряхнул головой и, приподнявшись, стегнул по обеим гнедым. Наступило молчание. Между тем перед глазами ехавших расстилалась уже широкая, бесконечная равнина, перехваченная цепью холмов. Теснясь и выглядывая друг из-за друга, эти холмы сливаются в возвышенность, которая тянется вправо от дороги до самого горизонта и исчезает в лиловой доли. Едешь-едешь и никак не разберешь, где она начинается и где кончается. Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо, без хлопот, принялось за свою работу. Сначала далеко впереди, где небо сходится с землею, около курганчиков и ветряной мельницы, которая издали похожа на маленького человечка, размахивающего руками. Поползла по земле широкая, ярко-желтая полоса. Через минуту такая же полоса засветилась несколько ближе, поползла вправо и охватила холмы. Что-то теплое коснулось Егорушкиной спины. Полоса света, подкравшись сзади, шмыгнула через бричку и лошадей, понеслась навстречу другим полосам, и вдруг вся широкая степь сбросила с себя утреннюю полутень, улыбнулась и засверкала росой. Сжатая рожь, бурьян, молочай, дикая конопля, все побуревшее от зноя, рыжая и полумертвая, теперь омытая росою и обласканная солнцем, оживала, чтоб вновь зацвести. В траве перекликались суслики, где-то далеко влево плакали чибисы. Стадо куропаток, испуганное бричкой, вспорхнуло и со своим мягким полетело к холмам. Кузнечики, сверчки, скрипачи и медведки затянули в траве свою скрипучую монотонную музыку. Но прошло немного времени, роса испарилась, воздух застыл, И обманутая степь приняла свой унылый июльский вид. Трава поникла, жизнь замерла. Загорелые холмы, бурозеленые, вдали лиловые Со своими покойными, как тень, тонами, Равнина с туманной далью, и опрокинутое над ними небо, Которое в степи, где нет лесов и высоких гор, Кажется страшно глубоким и прозрачным, Представлялись теперь бесконечными, оцепеневшими от тоски. Как душно и уныло! Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же Небо, равнину, холмы. Музыка в траве приутихла, Над поблекшей травой от нечего делать носятся грачи, Все они похожи друг на друга И делают степь еще более однообразной. Летит коршун над самой землей, Плавно взмахывая крыльями, И вдруг останавливается в воздухе, Точно задумавшись о скуке жизни. Потом встряхивает крыльями И стрелой унесется над степью. И непонятно, зачем он летает И что ему нужно. А вдали Машет крыльями Мельница. Для разнообразия Мелькнет в бульяне булыжник, Вырастет на мгновение серая каменная баба Или высохшая ветла с синей ракшей на верхней ветке, Перебежит дорогу суслик И опять бегут мимо глаз Бурьян, холмы, Грачи. Но вот, слава богу, Навстречу едет Воз Со снопами. На самом верху лежит девка, Сонная, Изморенная зноем, Поднимает она голову И глядит на встречных. Дениска зазевался на нее, Гнедые протягивают морды К снопам, Бричка, Взвизгнув, Целуется с возом, И колючие колосья, Как веником проезжают По цилиндру отца Христофора. На людей едешь, пухлая, Кричит Дениска. Ишь, рожу-то раскорячила, Словно шмель укусил. Девка сонно улыбается И, пошевелив губами, Опять ложится. А вот на холме показывается Одинокий тополь. Кто его посадил И зачем он здесь? Бог его знает. От его стройной фигуры И зеленой одежды Трудно оторвать глаза. Счастлив ли этот красавец? Летом зной, Зимой стужи и метели, Осенью страшные ночи, Когда видишь только тьму И не слышишь ничего, Кроме беспутного, Сердитого, Воющего ветра. А главное, Всю жизнь Один. Один. Затополем, Ярко-желтым ковром, От верхушки холма До самой дороги Тянутся полосы пшеницы. На холме хлеб Хлеб уже скошен И убран в копны, А внизу еще только косят. Шесть косарей стоят рядом И взмахивают косами, А косы весело сверкают И в такт все вместе Издают звук По движениям баб, Вяжущих снопы, По лицам косарей, По блеску кос Видно, что зной Жжет и душит. Но вот промелькнула И пшеница. Опять тянется Выжженная равнина, Загорелые холмы, Знойное небо, Опять носится Над землею коршун. Вдали по-прежнему Машет крыльями мельница И все еще она похожа На маленького человечка, Размахивающего руками. Надоело глядеть на нее И кажется, что до нее Никогда не доедешь, Что она бежит от брички. Отец Христофор И Кузьмичев молчали. Дениска стегал Погнедым и покрикивал, А Егорушка уж не плакал, А равнодушно глядел По сторонам. Зной и степная скука Утомили его. Ему казалось, Что он давно уже едет И подпрыгивает, Что солнце давно уже Печет ему в спину. Не проехали еще и Десяти верст, А он уже думал, Пора бы отдохнуть. С лица дяди Мал-помалу сошло благодушие, И осталась одна Только деловая сухость. А бритому, Тощему лицу, В особенности, Когда оно в очках, Когда нос и виски Покрыты пылью, Эта сухость Придаёт Неумолимое Инквизиторское выражение. Отец же Христофор Не переставал удивленно Глядеть на мир Божий И улыбаться. Молча он думал О чем-то хорошем И веселом. И добрая, Благодушная улыбка Застыла на его лице. Казалось, Что и хорошая, Веселая мысль Застыла в его мозгу От жары. А что, Дениска, Догоним нынче обозы? Спросил Кузьмичёв. Дениска поглядел на небо, Приподнялся, Стегнул по лошадям И потом уже ответил. К ночи, Бог даст, Догоним. Послышался собачий лай. Штук шесть громадных Степных овчарок Вдруг выскочив Точно из засады С свирепым воющим лаем Бросились навстречу бричке. Лошади понесли, И Егорушка, Еле державшийся на передке, Глядя на глаза И зубы собак, Понимал, Что свались он, Его моментально Разнесут в клочья. Но страха не чувствовал И жалел, Что у него в руках Нет кнута. Бричка поравнялась С сатарой овец. Стой, Закричал Кузьмичев. Держи, Тррррррррррррррррр. Дениска подался Всем туловищем назад И осадил гнедых. Бричка Остановилась. Пойди сюда, Крикнул Кузьмичев Чабану. Уйми собак, Будьте они прокляты. Старик Чабан Унял собак И, снявший шапку, Подошел к бричке. Чья это отара? Спросил Кузьмичев. – Варламовская, – громко ответил старик. – Что, проезжал тут вчерась Варламов или нет? – Никак нет, приказчиков их не проезжали, это точно. – Трогай! Бричка покатила дальше, и чабаны со своими злыми собаками остались позади. Егорушка нехотя глядел вперед на лиловую даль, и ему уже начинало казаться, что мельница, машущая крыльями, приближается. Она становилась все больше и больше, совсем выросла, и уж можно было отчетливо разглядеть ее два крыла. Одно крыло было старое, заплатанное, другое только недавно сделано из нового дерева и лоснилось на солнце. Бричка ехала прямо, а мельница почему-то стала уходить влево. Ехали-ехали, а она все уходила влево и не исчезала из глаз. – Славный ветряк поставил сыну болтва, – заметил Дениска. – А вот что-то хутора его не видать. – А он туда, за балочкой. Скоро показался и хутор болтвы, а ветряк все еще не уходил назад, не отставал, глядел на Егорушку своим лоснящимся крылом и махал. – Какой колдун! Около полудня бричка свернула с дороги вправо, проехала немного шагом и остановилась. Егорушка услышал тихое, очень ласковое журчание и почувствовал, что к его лицу прохладным бархатом прикоснулся какой-то другой воздух. Из холма, склеенного природой из громадных уродливых камней, сквозь трубочку из болиголова, вставленную каким-то неведомым благодетелем, тонкой струйкой бежала вода. Она падала на землю, и прозрачная, веселая, сверкающая на солнце и тихо ворча, точно воображая себя сильным и бурным потоком, быстро бежала куда-то влево. Недалеко от холма маленькая речка расползалась в лужицу. Горячие лучи и раскаленная почва, жадно выпивая ее, отнимали у нее силу. Но немножко далее она, вероятно, сливалась с другой такой же речонкой, потому что в шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая пышная осока, из которой, когда подъезжала бричка, с криком вылетела три бекаса. Путники расположились у ручья отдыхать и кормить лошадей. Кузьмичев, отец Христофора и Егорушка сели в жидкой тени, бросаемой бричкою и распряженными лошадьми, на разосланном войлоке и стали закусывать. Хорошая веселая мысль, застывшая от жары в мозгу отца Христофора, после того, как он напился воды и съел одно печеное яйцо, запросилась наружу. Он ласково взглянул на Егорушку, пожевал и начал. «Я сам, брат, учился. С самого раннего возраста Бог вложил в меня смысл и понятия. Так что я не в пример прочим, будучи еще таким, как ты, утешал родителей и наставников своим разумением. Пятнадцати лет мне еще не было, а я уж говорил и стихи сочинял по-латынски, все равно как по-русски. Помню, был я же злоносцем у Преосвященного Христофора. Раз после обедни, как теперь помню, в день тезаименитства благочестивейшего государя Александра Павловича Благословенного, он разоблачался в алтаре. Поглядел на меня ласково и спрашивает. «Добрый мальчик, как тебя зовут?» А я отвечаю. «Христофор». А он, то есть, ему и, значит, тезки. Потом спрашивает по-латынски. «Чей ты?» И я ей отвечаю тоже по-латынски, что я сын диакона сирийского в селе Лебединском. Видя такую мою скороспешность и ясность ответов, Преосвященный благословил меня и сказал. «Напишу отцу, что я его не оставлю, а тебя буду иметь в виду». Протеереи и священники, которые в алтаре были, слушая латинский диспут, тоже немало удивлялись, и каждый в похвалу мне изъявил свое удовольствие. Еще у меня усов не было, а я уж, брат, читал и по-латынски, и по-гречески, и по-французски, знал философию, математику, гражданскую историю и все науки. Память мне Бог дал на удивление. Бывало, которое прочту раза два, наизусть помню. Наставники и благодетели мои удивлялись, и так предполагали, что из меня выйдет ученейший муж, светильник церкви. И я и сам думал в Киев ехать науки продолжать. Да родители не благословили. Ты, говорил, отец, весь век учиться будешь. Когда же мы тебя дождемся? Слыша такие слова, я бросил науки и поступил на место. Оно, конечно, ученый из меня не вышел, да зато я родителей не ослушался. Старость их успокоил, похоронил с честью. Послушание, паче, поста и молитвы. Должно быть, вы уже все науки забыли, заметил Кузьмичев. Ну, как не забыть? Слава Богу, уж восьмой десяток пошел. Из философии и риторики кое-что еще помню. О языке и математике совсем забыл. Отец Христофор зажмурил глаза, подумал и сказал в полголоса. Что такое существо? Существо есть вещь самобытна, не требуя иного к своему исполнению. Он покрутил головой и засмеялся от умиления. — Духовная пища, — сказал он, — истинно материя питает плоть, а духовная пища — душу. — Ну, наука науками, — вздохнул Кузьмичев. — А вот как не догоним Варламова, так и будет нам наука. — Человек не иголка, найдем. Он теперь в этих местах кружится. На досокой пролетели знакомые три бекаса, а в их писке слышались тревога и досада, что их согнали с ручья. Лошади степенно жевали и пофыркивали. Дениска ходил около них, и, стараясь показать, что он совершенно равнодушен к огурцам, пирогам и яйцам, которые ели хозяева, весь погрузился в избиение слепней и мух, облеплявших лошадиные животы и спины. Он апатично, издавая горлом какой-то особенный, ехидно-победный звук, хлопал по своим жертвам, а в случае неудачи досадливо крякал и провожал глазами всякого счастливца, избежавшего смерти. — Дениска, где ты там? — Поди ешь, — сказал Кузьмичев, глубоко вздыхая, и тем давая знать, что он уже наелся. Дениска несмело подошел к войлоку и выбрал себе пять крупных и желтых огурцов, так называемых желтяков. Выбрать помельче и посвежее он посовестился. Взял два печеных яйца, черных и с трещинами, потом, нерешительно, точно боясь, чтобы его не ударили по протянутой руке, коснулся пальцем пирожка. — Бери, бери! — поторопил его Кузьмичев. Дениска решительно взял пирог и, отойдя далеко в сторону, сел на земле спиной к бричке. Тотчас же послышалось такое громкое жевание, что даже лошади обернулись и подозрительно поглядели на Дениску. Закусившим, Кузьмичев достал из брички мешок с чем-то и сказал Егорушке, — Я буду спать, а ты поглядывай, чтобы у меня из-под головы этого мешка не вытащили. Отец Христофор снял рясу, пояс и кафтан, и Егорушка, взглянув на него, замер от удивления. Он никак не предполагал, что священники носят брюки, а на отце Христофоре были настоящие парусиновые брюки, засунутые в высокие сапоги, и кургузая пестрединная курточка. Глядя на него, Егорушка нашел, что в этом неподобающем его сану костюме он со своими длинными волосами и бородой очень похож на Робинзона Круза. Разоблачившись, отец Христофор и Кузьмичев легли в тень под бричкой, лицом друг к другу и закрыли глаза. Дениска, кончив жевать, растянулся на припеке животом вверх и тоже закрыл глаза. — Поглядывай, чтоб кто коней не увел! — сказал он Егорушке и тотчас же заснул. Наступила тишина. Слышно было только, как фыркали и жевали лошади, да похрапывали спящие. Где-то неблизко плакал один чибис, и изредка раздавался писк трех бекасов, прилетавших поглядеть, не уехали ли непрошенные гости. Мягко картавя журчал ручеек, но все эти звуки не нарушали тишины, не будили застывшего воздуха, а напротив вгоняли природу в дремоту. Егорушка, задыхаясь от зноя, который особенно чувствовался теперь после еды, побежал к осоке и отсюда оглядел местность. Увидел он то же самое, что видел и до полудня. Равнину, холмы, небо, лиловую даль, только холмы стояли поближе, да не было мельницы, которая осталась далеко назади. Из-за скалистого холма, где тек ручей, возвышался другой, поглажа и пошире. На нем лепился небольшой поселок из пяти-шести дворов. Около исп не было видно ни людей, ни деревьев, ни теней. Точно поселок задохнулся в горячем воздухе и высох. От нечего делать Егорушка поймал в траве скрипача, поднес его в кулаке к уху и долго слушал, как тот играл на своей скрипке. Когда надоела музыка, он погнался за толпой желтых бабочек, прилетавших к осоке на водопой, и сам не заметил, как очутился опять возле брички. Дядя и отец Христофор крепко спали. Сон их должен был продолжаться часа два-три, пока не отдохнут лошади. Как же убить это длинное время? И куда деваться от зноя? Задача мудреная. Машинальный Егорушка подставил рот под струйку, бежавшую из трубочки. Во рту его стало холодно и запахло болиголовом. Пил он сначала с охотой, потом через силу, и до тех пор, пока острый холод изо рта не побежал по всему телу и пока вода не полилась по сорочке. Затем он подошел к бричке и стал глядеть на спящих. Лицо дяди по-прежнему выражало деловую сухость. Фанатик своего дела, Кузьмичев всегда, даже во сне, из-за молитвой в церкви, когда пели Ижа Херувимы, думал о своих делах. Ни на минуту не мог забыть о них. И теперь, вероятно, ему снились тюки с шерстью, подводы, цены, варламов. Отец же Христофор, человек мягкий, легкомысленный и смешливый, во всю свою жизнь не знал ни одного такого дела, которое, как удав, могло бы сковать его душу. Во всех многочисленных делах, за которые он брался на своем веку, его прельщало не столько само дело, сколько суета и общения с людьми, присущие всякому предприятию. Так в настоящей поездке его интересовали не столько шерсть, варламов и цены, сколько длинный путь, дорожные разговоры, спанье под бричкой, еда не вовремя. И теперь, судя по его лицу, ему снились должно быть преосвященный Христофор, латинский диспут, его попадья, пышки со сметаной и все такое, что не могло сниться Кузьмичеву. В то время, как Егорушка смотрел на сонные лица, неожиданно послышалось тихое пение. Где-то неблизко пела женщина, а где именно и в какой стороне, трудно было понять. Песня тихая, тягучая, изунывная, похожая на плач и едва уловимая слухом, слышалась то справа, то слева, то сверху, то из-под земли, точно над степью носился невидимый дух и пел. Егорушка оглядывался и не понимал, откуда эта странная песня. Потом же, когда он прислушался, ему стало казаться, что это пела трава. В своей песне она полумертвая, уже погибшая, без слов, но жалобно и искренне убеждала кого-то, что она ни в чем не миновато, что солнце выжгло ее понапрасну. Она уверяла, что ей страстно хочется жить, что она еще молода и была бы красивой, если бы ни зной и ни засуха. Вины не было, но она все-таки просила у кого-то прощения и клялась, что ей невыносимо больно, грустно и жалко себя. Егорушка послушал немного, и ему стало казаться, что от заунывной тягучей песни воздух сделался душнее, жарче и неподвижнее. Чтобы заглушить песню, он, напевая и стараясь стучать ногами, побежал к осоке. Отсюда он поглядел во все стороны и нашел того, кто пел. Около крайней избы поселка стояла баба в короткой споднице, длинноногая и голенастая, как цапля, и что-то просеивала. Из-под ее решета вниз по бугру лениво шла белая пыль. Теперь было очевидно, что пела она. На сожжень от нее неподвижно стоял маленький мальчик в одной сорочке и без шапки. Точно очарованный песнею он не шевелился и глядел куда-то вниз, вероятно, на кумачевую рубаху Егорушки. Песня стихла. Егорушка поплелся к бричке и опять от нечего делать занялся струйкой воды. И опять послышалась тягучая песня. Пела все та же голенастая баба за бугром в поселке. К Егорушке вдруг вернулась его скука. Он оставил трубочку и поднял глаза вверх. То, что увидел он, было так неожиданно, что он немножко испугался. Над его головой на одном из больших неуглюжих камней стоял маленький мальчик в одной рубахе, пухлый, на тоненьких ножках, тот самый, который раньше стоял около бабы. С тупым удивлением и не без страха, точно видя перед собой выходцев с того света, он, не мигая и разинув рот, оглядывал кумачевую рубаху Егорушке и бричку. Красный цвет рубахи манил и ласкал его, а бричка и спавшие под ней люди возбуждали его любопытство. Быть может, он и сам не заметил, как приятный красный цвет и любопытство притянули его из поселка вниз и, вероятно, теперь удивлялся своей смелости. Егорушка долго оглядывал его, а он Егорушку. Оба молчали и чувствовали некоторую неловкость. После долгого молчания Егорушка спросил, «Тебя как звать?» Щеки незнакомца еще больше распухли. Он прижался спиной к камню, выпучил глаза, пошевелил губами и ответил сиплым голосом, «Тит!» Больше мальчики не сказали друг другу ни слова. Но, помолчав еще немного и не отрывая глаз от Егорушки, таинственный Тит задрал вверх одну ногу, нащупал пяткой точку опоры и взобрался на камень. Отсюда он, пятясь назад и глядя в упор на Егорушку, точно боясь, чтобы тот не ударил его сзади, поднялся на следующий камень и так поднимался до тех пор, пока совсем не исчез за верхушкой бугра. Проводив его глазами, Егорушка обнял колени руками и склонил голову. Горячие лучи жгли ему затылок, шею и спину. Заунывная песня то замирала, то опять проносилась в стоячем душном воздухе. Ручей монотонно журчал, лошади жевали, а время тянулось бесконечно, точно и оно застыло и остановилось. Казалось, что с утра уже прошло сто лет. Не хотел ли Бог, чтобы Егорушка, бричка и лошади замерли в этом воздухе и как холмы окаменели бы и остались навеки на одном месте? Егорушка поднял голову и посоловевшими глазами поглядел вперед себя. Лиловая даль, бывшая до сих пор неподвижную, закачалась и вместе с небом понеслась куда-то еще дальше. Она потянула за собою бурую траву, осоку, и Егорушка понесся с необычайной быстротою за убегавшей вдалью. Какая-то сила бесшумно влекла его куда-то, а за ним вдогонку несли зной и томительная песня. Егорушка склонил голову и закрыл глаза. Первый проснулся Дениска. Его что-то укусило, потому что он вскочил, быстро почесал плечо и проговорил «Анафима Идолова, нет, на тебя погибели». Затем он подошел к ручью, напился и долго умывался. Его фырканье и плеск воды вывели Егорушку из забытья. Мальчик поглядел на его мокрое лицо, покрытое каплями и крупными веснушками, которые делали лицо похожим на мрамор, и спросил «Скоро поедем». Дениска поглядел, как высоко стоит солнце, и ответил «Должно скоро». Из-под брички послышался глубокий вздох. Это проснулся Кузьмичев. Он быстро поднял голову, беспокойно поглядел вдаль, и по этому взгляду, безучастно скользившему мимо Егорушки и Дениски, видно было, что, проснувшись, он думал о шерсти и в Орламове. «Отец Христофор, вставайте, пора», заговорил он встревоженно, «будет спать, и так уж дел проспали». «Дениска, запрягай!» Через минуту бричка тронулась в путь. Точно она ехала назад, а не дальше. Путники видели то же самое, что и до полудня. Холмы все еще тонули в лиловой доли, и не было видно их конца. Мелькал бурьян, булыжник, проносились сжатые полосы, и все те же грачи да коршун солидно взмахивающий крыльями летали над степью. Воздух все больше застывал от зноя и тишины, покорная природа цепенела в молчании. Ни ветра, ни бодрого свежего звука, ни облачка. Но вот наконец, когда солнце стало спускаться к западу, степь, холмы и воздух не выдержали гнета и, истощивши терпение, измучившись, попытались сбросить с себя иго. Из-за холмов неожиданно показалось пепельно-седое кудрявое облако. Оно переглянулось со степью, я, мол, готово, и нахмурилось. Вдруг в стоячем воздухе что-то порвалось, сильно рванул ветер и с шумом, со свистом закружился по степи. Тотчас же трава и прошлогодний бурьян подняли ропот, на дороге спирально закружилась пыль, побежала по степи и, увлекая за собой солому, стрекоз и перья, черным вертящимся столбом поднялась к небу и затуманило солнце. По степи вдоль и поперек, спотыкаясь и прыгая, побежали перекати поле, а одно из них попало в вихрь, завертелось как птица, полетело к небу и, обратившись там в черную точку, исчезло из виду. За ним понеслось другое, потом третье, и Егорушка видел, как два перекати поле столкнулись в голубой вышине и вцепились друг в друга, как на поединке. За холмами глухо прогремел гром, подуло свежестью. Дениска весело свистнул и стегнул по лошадям. Отец Христофора Кузьмичев, придерживая свои шляпы, устремили глаза на холмы. Хорошо, если бы брызнул дождь. Еще бы, кажется, небольшое усилие, одна потуга, и степь взяла бы вверх. Но невидимая гнетущая сила мало-помалу сковала ветер и воздух, уложила пыль, и опять, как будто ничего не было, наступила тишина. Облако спряталось, загорелые холмы нахмурились, воздух покорно застыл, и одни только встревоженные чибисы где-то плакали и жаловались на судьбу. Затем скоро наступил вечер. В вечерних сумерках показался большой одноэтажный дом с ржавой железной крышей и с темными окнами. Этот дом назывался постоялым двором, хотя возле него никакого двора не было, и стоял он посреди степи ничем не огороженный. Несколько в стороне от него темнел жалкий вишневый садик с плетнем, да под окнами склонив свои тяжелые головы стояли спавшие подсолнечники. В садике трещала маленькая мельничка, поставленная для того, чтобы пугать стуком зайцев. Больше же около дома не было видно и слышно ничего, кроме степи. Едва бричка остановилась около крылечка с навесом, как в доме послышались радостные голоса, один мужской, другой женский. Завизжала дверь на блоке, и около брички в одно мгновение выросла высокая тощая фигура, размахавшая руками и фалдами. Это был хозяин постоялого двора Моисей Моисеевич, немолодой человек с очень бледным лицом и с черной, как тушь, красивой бородой. Одет он был в поношенный черный сюртук, который болтался на его узких плечах, как на вешалке, и взмахивал фалдами точно крыльями, всякий раз, как Моисей Моисеевич от радости или в ужасе всплескивал руками. Кроме сюртука, на хозяине были еще широкие белые панталоны на выпуск и бархатная жилетка с рыжими цветами, похожими на гигантских клопов. Моисей Моисеевич, узнав приехавших, сначала замер от наплыва чувств, потом всплеснул руками и простонал. Сюртук его взмахнул фалдами, спина согнулась в дугу, и бледное лицо покривилось такой улыбкой, как будто видеть бричку для него было не только приятно, но и мучительно сладко. «Ах, боже ж мой, боже ж мой», заговорил он тонким певучим голосом, задыхаясь, суетясь и своими телодвижениями мешая пассажирам вылезти из брички. «И такой сегодня для меня счастливый день! Да что ж я теперечка должен делать, Иван Иванович? Отец Христофор какой же хорошенький паничок сидит на козлах, накажи меня, бог! Ах, боже ж мой, да что ж я стою на одном месте и не зову гостей в горницу? Пожалуйте, покорнейше прошу, милости просим, давайте, давайте мне все ваши вещи, ах ты ж, боже ж ты мой!» Моисей Моисеевич, шарив брички и помогая приезжим вылезать, вдруг обернулся назад и закричал таким диким, придушенным голосом, как будто тонул и звал на помощь. «Соломон, соломон, 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 соломон!» повторил в доме женский голос. Дверь на блоке завизжала и на пороге показался брат Моисея Моисеевича. Он, молча, не здороваясь, а только как-то странно улыбаясь, подошел к бричке. «Иван Иваныч и отец Христофор приехали!» сказал ему Моисей Моисеевич таким тоном, как будто боялся, что тот ему не поверит. «Ай-вай! Ай-вай! Удивительное дело! Такие хорошие люди взяли да приехали! Ой, ну, бери, соломон, вещи, ну, бери! Пожалуйте, дорогие гости!» Немного погодя, Кузьмичев, отец Христофор и Егорушка сидели уже в большой, мрачной и пустой комнате за старым дубовым столом. Этот стол был почти одинок, так как в большой комнате, кроме него, широкого дивана с дырявой клеенкой, до трех стульев не было никакой другой мебели. Да и стулья не всякое решился бы назвать стульями. Это было какое-то жалкое подобие мебели с отжившей свой век клеенкой и с неестественно сильно загнутыми назад спинками, придававшими стульям большое сходство с детскими санями. Трудно было понять, какое удобство имел в виду неведомый столяр, загибая так немилосердно спинки. И хотелось думать, что тут виноват не столяр, а какой-нибудь проезжий силач, который, желая похвастать своей силой, согнул стульем спины, потом взялся поправлять и еще больше согнул. Комната казалась мрачной, стены были серы, потолок и карнизы закопчены, на полу тянулись щели и зияли дыры непонятного происхождения. Думалось, что их пробил каблуком все тот же силач. И казалось, если бы в комнате повесили десяток ламп, то она не перестала бы быть темной. Ни на стенах, ни на окнах не было ничего похожего на украшение. Впрочем, на одной стене в серой деревянной раме висели какие-то правила с двуглавым орлом, а на другой в такой же раме какая-то гравюра с надписью «Равнодушие человеков». К чему человеки были равнодушны, понять было невозможно, так как гравюра сильно потускнела от времени и была щедро засижена мухами. Пахла в комнате чем-то затхлым и кислым. Введя гостей в комнату, Моисей Моисеевич продолжал изгибаться, всплескивать руками, пожиматься и радостно восклицать. Все это считал он нужным проделывать для того, чтобы казаться необыкновенно вежливым и любезным. «Когда проехали тут наши подводы?» спросил его Кузьмичев. «Одна партия проехала нынче утречком, а другая Иван Иванович отдыхала тут в обед и перед вечером уехала». «А проезжал тут Варламов или нет?» «Нет, Иван Иванович, вчера утречком проезжал его приказчик Григорий Егорыч и говорил, что он надо быть теперечко на хуторе у Малакана». «Отлично, значит, мы сейчас догоним обозы, а потом и к Малакану». «Да, да Бог с вами, Иван Иванович!» ужаснулся Моисей Моисеевич, всплескивая руками. «Куда вы на ночь поедете? Вы поужинайте на здоровечко, переночуйте, а завтра Бог даст утречком поедете и догоните кого надо». «Некогда, некогда. Извините, Моисей Моисеевич, в другой раз как-нибудь, а теперь не время. посидим четверть часика и поедем, а переночевать и у Малакана можно». «Ой, четверть часика взвизнул Моисей Моисеевич. Да побойтесь вы Бога, Иван Иванович! Вы меня заставите, чтобы я ваши шапки спрятал и запер на замок дверь. Вы хоть закусите и чаю покушайте». «Некогда нам с чаями да с сахарами», сказал Кузьмичев. Моисей Моисеевич склонил голову на бок, согнул колени и выставил вперед ладони, точно обороняясь от ударов и смучительно сладкой улыбкой стал умолять «Иван Иванович!» «Отец Христофор, будьте ж такие добрые, покушайте у меня чайку! Неужели я уж такой нехороший человек, что у меня уж даже нельзя чаю выпить, Иван Иванович?» «А что ж, чайку можно попить?» Сочувственно вздохнул отец Христофор. «Это не задержит». «Ну, ладно», согласился Кузьмичев. Моисей Моисеевич встрепенулся, радостно ахнул и, пожимаясь так, как будто он только что выскочил из холодной воды в тепло, побежал к двери и закричал «Роза! Роза! Давай, самовар!» Через минуту отворилась дверь и в комнату с большим подносом в руках вошел Соломон. Моисей Моисеевич принес из другой комнаты табурет и сел на некотором расстоянии от стола. «Приятного аппетиту! Чай да сахар!» начал он занимать гостей. «Кушайте на здоровечко! Такие редкие гости! Такие редкие! Отца Христофора я уж пять годов не видал! И никто не хочет мне сказать чей это такой паничок хороший!» спросил он, нежно поглядывая на Егорушку. «Это сынок сестры Ольги Ивановны!» ответил Кузьмичев. «А куда же он едет?» «Учиться! В гимназию его везем!» Моисей Моисеевич из вежливости изобразил на лице своем удивление и значительно покрутил головой. «О, это хорошо!» сказал он, грозя самовару пальцем. «Это хорошо!» «Из гимназии выйдешь такой господин, что все мы будем шапки снимать. Ты будешь умный, богатый, с амбицией, а маменька будет радоваться. Это хорошо!» Он помолчал немного, погладил себе колени и заговорил в почтительно шутливом тоне. «Уж вы меня извините, отец Христофор, а я собираюсь написать бумагу архиерею, что вы у купцов хлеб отбиваете. Возьму гербовую бумагу и напишу, что у отца Христофора, значит, своих грошей мало, что он занялся коммерцией и стал шерсть продавать. «Да, вздумал вот на старости лет», сказал отец Христофора, засмеялся. «Записался, брат, из попов в купцы. Теперь бы дома сидеть да богу молиться, а я скачу, аки фараон на колеснице». Суета! «Зато грошей будет много». «Ну да, дулю мне под нос, а не гроши. Товар-то ведь не мой, а зять Михаэлы». Отчего же он сам не поехал? «А оттого». Матернее молоко на губах еще не обсохло. Купить-то купил шерсть, а чтобы продать, ума нет, молот еще. Все деньги свои потратил, хотел нажиться и пыль пустить, а сунулся туда-сюда, ему и своей цены никто не дает. Этак помыкался парень с год, потом приходит ко мне и... «Папаша, продайте шерсть, сделайте милость». «Ничего я в этих делах не понимаю. То-то вот и есть, как что, так сейчас и папаша. А прежде и без папаши можно было. Когда покупал, не спрашивался, а теперь как приспичило, так и папаша. А что папаша? Колебни, Иван Иванович, так и папаша ничего б не сделал. Хлопоты с ними». «Да, хлопотно с детьми, я вам скажу», вздохнул Моисей Моисеевич. «У меня у самого шесть человек. Одного учи, другого лечи, третьего на руках носи, а когда вырастут, так еще больше хлопот». «Да», согласился отец Христофор, задумчиво глядя на стакан. «Мне-то, собственно, нечего Бога гневить. Я достиг предела своей жизни, как дай Бог всякому. Дочек за хороших людей определил, сынов в люди вывел и теперь свободен, свое дело сделал, хоть на все четыре стороны иди. Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью, да сплю, на внуча отрадуюсь, да Богу молюсь, а больше мне ничего и не надо. Как сыр в масле катаюсь и знать мне никого не хочу. Отродясь, у меня никакого горя не было, и теперь, ежели б, скажем, царь спросил, что тебе надобно, чего хочешь? Да ничего мне не надобно, все у меня есть и все, слава Богу. Счастливой меня во всем городе человека нет, только вот грехов много. Да вот и то сказать, один Бог без греха. Ведь верно? Стало быть, верно. Ну, конечно, зубов нет, спину от старости ломит, то да сё, одышкой всякой там болею, плоть немощно. Ну, да ведь сам по суде и пожил. Восьмой десяток. Не век же вековать. Надо и честь, и знать. Отец Христофор вдруг что-то вспомнил, прыснул в стакан и закашлялся от смеха. Моисей Моисеевич из приличия тоже засмеялся и закашлялся. И потеха. Ой, потеха, сказал отец Христофора, махнул рукой. Приезжает ко мне в гости старший сын мой Гаврила. Он по медицинской части и служит в Черниговской губернии в земских докторах. Ну, хорошо. Я ему говорю, вот говорю, одышка, то да сё, ты, доктор, лечиться? Он сейчас меня раздел, постукал, послушал, разные там штуки, живот помял. Потом и говорит, вам, папаша, надо, говорит, лечиться сжатым воздухом. Отец Христофор захохотал судорожно до слёз и поднялся. Моисей Моисеевич тоже поднялся и, взявшись за живот, залился тонким смехом, похожим на лай-баллонки. Ха-ха-ха. Ой, боже мой, стонал он среди смеха. Ой, ой, дайте вздохнуть, так насмешили, что... Ох, смерть моя! Выпив молча стаканов шесть, Кузьмичёв расчистил перед собой на столе место, взял мешок, тот самый, который, когда он спал под бричкой, лежал у него под головой, развязал на нём верёвочку и потряс им. Из мешка посыпались на стол пачки кредитных бумажек. Пока время есть, давайте, отец Кристофор, посчитаем, сказал Кузьмичёв. В рублёвых пачках по сколько? Начал отец Кристофор. По пятьдесят. В трёх рублёвых по девяносто. Четвертные и сторублёвые по тысячам сложены. Вы отсчитайте семь тысяч восемьсот для Варламова, а я буду считать для Гусевича. Так, глядите, не просчитайте. Егорушка, отродясь, не видал такой кучи денег, какая лежала теперь на столе. Денег, вероятно, было очень много, так как пачка в семь тысяч восемьсот, которую отец Кристофор отложил для Варламова, в сравнении со всей кучей казалось очень маленькой. В другое время такая масса денег, быть может, поразила бы Егорушку и вызвала его на размышления о том, сколько на эту кучу можно купить бубликов, бабок, маковников. Теперь же он глядел на неё безучастно и чувствовал только противный запах гнилых яблок и керосина, шедший от кучи. Он был измучен тряской ездой на бричке, утомился и хотел спать. Его голову тянуло вниз, глаза слепались и мысли путались, как нитки. Если б можно было, он с наслаждением склонил бы голову на стол, закрыл бы глаза, чтобы не видеть лампы и пальцев, двигавшихся над кучей, и позволил бы своим вялым, сонным мыслям ещё больше запутаться. Когда он силился не дремать, ламповый огонь, чашки и пальцы двоились, самовар качался, а запах гнилых яблок казался ещё острее и противнее. «Ах, деньги, деньги!» – вздыхал отец Христофор, улыбаясь. «Горе с вами! Теперь мой Михайло, небось, спит и видит, что я ему такую кучу привезу. Ваш Михайло Тимофеевич, человек непонимающий, говорил в полголоса Кузьмичёв, не за своё дело берётся, а вы понимаете и можете рассудить. Но отдали бы вы мне, как я говорил, вашу шерсть и ехали бы себе назад, а я бы вам так и быть уж дал бы по полтиннику поверх своей цены, да и то только из уважения». «Нет, Иван Иванович, вздыхал отец Христофор, благодарим вас за внимание. Конечно, ежели бы моя воля, я бы разговаривать не стал, а то ведь, сами знаете, товар не мой». Кузьмичёв кончил считать деньги и клал их обратно в мешок. Обращался он с ними не особенно почтительно и валил их в грязный мешок без всякой церемонии с таким равнодушием, как будто это были не деньги, а бумажный хлам. Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов. На Егорушку пахнуло легким ветерком и показалось ему, что какая-то большая черная птица пронеслась мимо и у самого лица его взмахнуло крыльями. Он открыл глаза. Дядя с мешком в руках, готовый в путь, стоял возле дивана. Отец Христофор, держа широкополый цилиндр, кому-то кланялся и улыбался не мягко и неумиленно, как всегда, а почтительно и натянуто, что очень не шло к его лицу. А Моисей Моисеевич, точно его тело разломалось на три части, балансировал и всячески старался не рассыпаться. — Ваше сиятельство, извините, у нас нечисто, — стонал Моисей Моисеевич с мучительно сладкой улыбкой, уже не замечая ни Кузьмичева, ни отца Христофора, а только балансируя всем телом, чтобы не рассыпаться. — Мы, люди, простые ваши сиятельства. Егорушка протер глаза. Посреди комнаты стояло действительно сиятельство в образе молодой, очень красивой и полной женщины в черном платье и в соломенной шляпе. Прежде чем Егорушка успел разглядеть ее черты, ему почему-то пришел на память тот одинокий, стройный тополь, который он видел днем на холме. — Проезжал здесь сегодня Варламов? — спросил женский голос. — Нет ваше сиятельство, — ответил Моисей Моисеевич. — Если завтра увидите его, то попросите, чтобы он ко мне заехал на минутку. Вдруг совсем неожиданно на полвершка от своих глаз Егорушка увидел черные бархатные брови, большие карие глаза и выхоленные женские щеки с ямочками, от которых, как лучи от солнца, по всему лицу разливалась улыбка. Чем-то великолепно запахло. — Какой хорошенький мальчик, — сказала дама. — Чей это? — Казимир Михайлович, посмотрите, какая прелесть. — Боже мой, он спит, бутуз ты мой милый. И дама крепко поцеловала Егорушку в обе щеки, и он улыбнулся и, думая, что спит, закрыл глаза. Дверной блок завизжал и послышались торопливые шаги. Кто-то входил и выходил. — Егорушка! Егорушка! — раздался густой шепот двух голосов. — Вставай! Ехать! Кто-то, кажется, Дениска поставил Егорушку на ноги и повел его за руку. На пути он открыл наполовину глаза и еще раз увидел красивую женщину в черном платье, которая целовала его. Она стояла посреди комнаты и, глядя, как он уходил, улыбалась и дружелюбно кивала ему головой. Подходя к двери, он увидел какого-то красивого и плотного брюнета в шляпе котелком и в крагах. Должно быть, это был провожатый дамы. Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Драницкая, — повторил Кузьмичев тоже шепотом. Впечатление, произведенное приездом графини, было, вероятно, очень сильно, потому что даже Дениска говорил шепотом и только тогда решился стегнуть по гнедым и крикнуть, когда бричка проехала с четверть версты, и когда далеко назади вместо постоялого двора виден уж был один только тусклый огонек. Кто же, наконец, этот неуловимый таинственный Варламов, о котором так много говорят, и который нужен даже красивой графине? Севши на передок рядом с Дениской, полусонный Егорушка думал именно об этом человеке. Он никогда не видел его, но очень часто слышал о нем и нередко рисовал его в своем воображении. Ему известно было, что Варламов имеет несколько десятков тысяч десятин земли, около сотни тысяч овец и очень много денег. Об его образе жизни и занятиях Егорушке было известно только то, что он всегда кружился в этих местах и что его всегда ищут. Много слышал у себя дома Егорушка и о графине Драницкой. Она тоже имела несколько десятков тысяч десятин, много овец, конский завод и много денег, но не кружилась, а жила у себя в богатой усадьбе, про которую знакомые и Иван Иванович, не раз бывавшую у графини по делам, рассказывали много чудесного. Так говорили, что в графининой гостиной, где висят портреты всех польских королей, находились большие столовые часы, имевшие форму утеса. На утесе стоял дыбом золотой конь с бриллиантовыми глазами, а на коне сидел золотой всадник, который всякий раз, когда часы били, взмахивал шашкой направо и налево. Рассказывали также, что раза два в год графиня давала бал, на который приглашались дворяне и чиновники со всей губернии, и приезжал даже Варламов. Все гости пили чай из серебряных самоваров, ели все необыкновенное, например, зимою на Рождество подавались малина и клубника, и плясали под музыку, которая играла день и ночь. — А какая она красивая! — думал Егорушка, вспоминая ее лицо и улыбку. Кузьмичев, вероятно, тоже думал о графине, потому что, когда бричка проехала версты две, он сказал, — Да и здорово же обирает ее этот Казимир Михайлович! В третьем годе, когда я у нее, помните, шерсть покупал, он на одной моей покупке тысячи три нажил. — От ляха много и ждать нельзя, — сказал отец Христофор, — а ей, Егорушка, мало. Сказано, молодая да глупая, в голове ветер так и ходит. Егорушке почему-то хотелось думать только о Варламове и графине, в особенности о последней. Его сонный мозг совсем отказался от обыкновенных мыслей, туманился и удерживал одни только сказочные фантастические образы, которые имеют то удобство, что как-то сами собой, без всяких хлопот со стороны думающего, зарождаются в мозгу и сами, стоит только хорошенько встряхнуть головой, исчезают бесследно. Да и все, что было кругом, не располагало к обыкновенным мыслям. Направо темнели холмы, которые, казалось, заслоняли собой что-то неведомое и страшное. Налево все небо над горизонтом было залито багровым заревом, и трудно было понять, был ли то где-нибудь пожар, или же собиралась восходить луна. Даль была видна, как и днем, но уже ее нежная лиловая окраска, затушеванная вечерней мглой, пропала, и вся степь пряталась во мгле, как дети Моисея Моисеевича под одеялом. В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели, не поют в лесных балочках соловьи, не пахнет цветами, но степь все еще прекрасна и полна жизни. Едва зайдет солнце, и землю окутает мгла, как дневная тоска забыта, все прощено, и степь легко вздыхает широкою грудью. Как будто оттого, что траве не видно в потемках своей старости, в ней поднимается веселая молодая трескотня, какой не бывает днем. Треск, подсвистывание, царапанье, степные басы, тенора и дисканты, все мешается в непрерывный монотонный гул, под который хорошо вспоминать и грустить. Однообразная трескотня убаюкивает, как колыбельная песня. Едешь и чувствуешь, что засыпаешь, но вот откуда-то доносится отрыистый тревожный крик неуснувшей птицы, или раздается неопределенный звук, похожий на чей-то голос, вроде удивленного «А-а-а-а-а-а», и дремота опускает веки. А то, бывало, едешь мимо балочки, где есть кусты, а слышишь, как птица, которую степняки зовут сплюком, Кому-то кричит, сплю, 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 а другая хохочет или заливается истерическим плачем, это сова. Для кого они кричат, и кто их слушает на этой равнине, Бог их знает, но в крики их много грусти и жалобы. Пахнет сеном, высушенной травой и запоздалыми цветами, но запах густ, сладкопритарен и нежен. Сквозь мглу видно все, но трудно разобрать цвет и очертания предметов. Все представляется не тем, что оно есть. Едешь, и вдруг видишь впереди у самой дороги стоит силуэт, похожий на монаха. Он не шевелится, ждет и что-то держит в руках. Не разбойник ли это? Фигура приближается, растет, вот она поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или большой камень. Такие неподвижные, кого-то поджидающие фигуры стоят на холмах, прячутся за курганами, выглядывают из бурьяна, и все они походят на людей и внушают подозрения. А когда восходит луна, ночь становится бледной и темной. Мглы, как не бывало. Воздух прозрачен, свеж и тепел. Всюду хорошо видно, и даже можно различить у дороги отдельные стебли бурьяна. На далекое пространство видны черепа и камни. Подозрительные фигуры, похожие на монахов, на светлом фоне ночи кажутся чернее и смотрят угрюмее. Чаще и чаще среди монотонной трескотни тревожен и подвижный воздух, раздается чье-то удивленное «а-а-а-а-а-а-а-а-а-а», и слышится крик неуснувшей или бредящей птицы. Широкие тени ходят по равнине, как облака по небу, а в непонятной дали, если долго всматриваться у нее, высится и громоздятся друг на друга туманные причудливые образы. Немножко жутко. А взглянешь на бледно-зеленое, усыпанное звездами небо, На котором ни облачко, ни пятна, И поймешь, почему теплый воздух недвижим, Почему природа на стороже и боится шевельнуться. Ей жутко и жаль Утерять хоть одно мгновение жизни. О необъятной глубине и безграничности неба Можно судить только на море, Да в степи ночью, когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково, Глядит томно и манит к себе, А от ласки его кружится голова. Едешь час, другой, Попадается на пути молчаливый старик курган Или каменная баба, Поставленная Бог ведает, кем и когда. Бесшумно пролетит над землей ночная птица, И мало-помалу на память приходят степные легенды, Рассказы встречных, сказки няньки-степнячки И все то, что сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, В подозрительных фигурах и курганах, В голубом небе, в лунном свете, В полете ночной птицы, Во всем, что видишь и слышишь, Начинают чудиться торжество красоты, Молодость, расцвет сил И страстная жажда жизни. Душа дает отклик прекрасной суровой Родине, И хочется лететь над степью Вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, В излишке счастья, Чувствуешь напряжение и тоску, Как будто степь сознает, что она одинока, Что богатство ее и вдохновение Гибнут даром для мира, Никем не воспетые и никому не нужные. И сквозь радостный гул Слышишь ее тоскливый и безнадежный призыв Певца, певца. Здорово, Пантелей! Все благополучно? Слава богу, Иван Иванович! Не видали ребят Варламова? Нет, не видали. Егорушка проснулся и открыл глаза. Бричка стояла. Направо по дороге далеко вперед Тянулся обоз, около которого основали какие-то люди. Все вазы, потому что на них лежали Большие тюки с шерстью, Казались очень высокими и пухлыми, А лошади маленькими и коротконогими. Так мы, значит, теперь к Малакану поедем, Громко говорил Кузьмичев. Сказывают, что Варламов у Малакана ночует. В таком случае прощайте, братцы. Прощайте, Иван Иванович, Ответило несколько голосов. – Вот что, ребята, – живо сказал Кузьмичев, – вы бы взяли с собой моего парнишку. Что ему с нами зря болтаться? Посади его, Пантелея, к себе на тюк, И пусть себе едет помаленьку, а мы догоним. – Ступай, Егор, ступай, иди, ничего. Егорушка слез с передка. Несколько рук подхватило его, Подняло высоко вверх, И он очутился на чем-то большом, Мягком и слегка влажном от росы. Теперь ему казалось, Что небо было близко к нему, А земля далеко. – Эй, возьми свою пальтишку! – крикнул где-то далеко внизу Дениска. Пальто и узелок, подброшенные снизу, Упали возле Егорушки. Он быстро, не желая ни о чем думать, Положил под голову узелок, Укрылся пальто, И, протягивая ноги во всю длину, Пожимаясь от росы, Засмеялся от удовольствия. – Спать, спать, спать! – думал он. Впереди обоза кто-то крикнул. – Кирюха, трогай! – заскрипел Самый передний воз, За ним другой, третий. Егорушка почувствовал, Как воз, на котором он лежал, Покачнулся и тоже заскрипел. А босс тронулся. Егорушка покрепче взялся рукой За веревку, которую был перевязан тюк. Еще засмеялся от удовольствия, Поправил в кармане пряник И стал засыпать так, Как он обыкновенно засыпал у себя Дома в постели. Когда он проснулся, Уже восходило солнце. Курган заслонял его собою, А оно, стараясь брызнуть светом на мир, Напряженно пялило свои лучи Во все стороны, И заливало горизонт золотом. Егорушке показалось, Что оно было не на своем месте, Так как вчера оно восходило сзади, За его спиной, А сегодня много левее. Да и вся местность Не походила на вчерашнюю. Холмов уже не было, А всюду, куда ни взглянешь, Тянулась без конца Бурая, невеселая равнина. Кое-где на ней Выселись небольшие курганы, И летали вчерашние грачи. Далеко впереди Белели колокольни И избы какой-то деревни. По случаю воскресного дня Хохлы сидели дома, Пекли и варили. Это видно было по дыму, Который шел изо всех труб, И с сизой прозрачной пеленой Висел над деревней. В промежутках между исп И за церковью Синела река, А за нею туманилась даль. Но ничто не походило Так мало на вчерашнее, Как дорога. Что-то необыкновенно широкое, Размашистое и богатырское Тянулось по степи Вместо дороги. То была серая полоса, Хорошо выезженная И покрытая пылью, Как все дороги, Но шириною Несколько десятков сажен. Своим простором Она возбудила в Егорушке Недоумение И навело его На сказочные мысли. Кто по ней ездит? Кому нужен такой простор? Непонятно и странно. Можно в самом деле подумать, Что на Руси еще не перевелись Громадные, широко шагающие люди, Вроде Ильи Муромца и Соловья-разбойника, И что еще не вымерли богатырские кони? По правой стороне дороги На всем ее протяжении Стояли телеграфные столбы С двумя проволоками. Становясь все меньше и меньше, Они около деревни исчезали За избами и зеленью, А потом опять показывались В лиловой доли В виде очень маленьких, Тоненьких палочек, Похожих на карандаши, Воткнутые в землю. На проволоках сидели ястребы, Копчики и вороны И равнодушно глядели На двигавшийся обоз. Егорушка лежал на самом заднем возу И мог поэтому видеть весь обоз. Всех подвод в обозе было около двадцати, И на каждые три подводы Приходилось по одному возчику. Около заднего воза, Где был Егорушка, Шел старик с седой бородой, Такой же тощий и малорослый, Как отец Христофор, Но с лицом бурым от загара, Строгим и задумчивым. Заметив, что Егорушка проснулся, Он поглядел на него И сказал, пожимаясь, как от мороза, А, проснулся молодчик, Сынком Ивану Ивановичу-то доводишься. Нет, племянник. Егорушка лег животом вниз, Расковырял в тюке дырочку, И от нечего делать стал вить из шерсти ниточки. Старик, шагавший внизу, Оказался не таким строгим и серьезным, Как можно было судить по его лицу. Раз начавший разговор, Он уже не прекращал его. Ты куда же едешь? Спросил он, притоптывая ногами. Учиться, ответил Егорушка. Учиться? Ага. Ну, помогай, царица небесная, так. Ум хорошо, а два лучше. Одному человеку Бог один ум дает, А другому два ума, А иному и три. И ному три, это верно. Один ум с каким матерь дела, Другое от учения, А третий от хорошей жизни. Так вот, братуша, Хорошо, ежели у которого человека три ума. Тому не то что жить, И помирать легче. Помирать-то. А помрем все, как есть. Старик почесал себе лоб, Взглянул красными глазами Вверх на Егорушку и продолжал. Максим Николаевич, Барин из-под славян-сербска, В прошлом годе тоже повез Своего парнишка в учение. Не знаю, как он там В рассуждении наука, А парнишка ничего, хороший. Дай Бог здоровья, славные господа. Да, тоже вот повез в учение. В славяно-сербском нету такого заведения, Чтоб, стало быть, до науки доводить. Нету. А город ничего, хороший. Школа обыкновенная для простого звания и есть. А чтоб насчет большого учения, Так их нету. Нету, это верно. Тебя как звать? Егорушка. Стало быть, Егорий. Святого великомучника Егоргия Победоносца Числа 23 апреля. А мое святое имя Пантелей. Пантелей Захаров Холдов. Мы Холдовы будем. Сам я уроженный, Может, слыхал, Истима Курской губернии. Браты мои в мещане отписались И в городе мастерством занимаются. А я мужик, мужиком остался. Годов семь назад ездил я туда. Домой, то есть. И в деревне был, и в городе. В Тиме, говорю, был. Тогда, благодарить Богу, Все живы и здоровы были. А теперь не знаю, Может, кто и помер. А помирать уж время, Потому все старые есть, Которые постарше меня. Пантелей бормотал и, по-видимому, Не заботился о том, Слышит его Егорушка или нет. Говорил он вяло, себе под нос, Не повышая и не понижая голоса, Но в короткое время успел рассказать о многом. Один из подводчиков, Шедших далеко впереди, Рванулся с места, Побежал в сторону И стал хлестать кнутом по земле. Это был рослый, широкоплечий мужчина Лет тридцати, Русый, кудрявый И, по-видимому, Очень сильный и здоровый. Судя по движениям его плеч и кнута, По жадности, Которую выражала его поза, Он бил что-то живое. К нему подбежал другой подводчик, Низенький и коренастый, С черной окладистой бородой, Одетый в жилетку и рубаху на выпуск. Этот разразился Басистым, кашляющим смехом И закричал, Братцы, Дымов змея убил, Ей-богу! Кончив хлистать, Русый Дымов поднял кнутом с земли И со смехом швырнул к подводам Что-то похожее на веревку. «Это не змея, а уш!» Крикнул кто-то. Деревянно шагавший человек С подвязанным лицом Быстро зашагал к убитой змее, Взглянул на нее И всплеснул своими полкообразными руками И закричал глухим, плачущим голосом. «За что ж ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Не ж Ужика убил, А ежели б тебя так!» «Ужа нельзя убивать, это верно», Покойно забормотал Пантелей. «Нельзя, это не гадюка, Он хоть по виду змея, А тварь тихая и безвинная Человека любит. Уж-то?» Дымову и Чернобородому, Вероятно, стало совестно, Потому что они громко засмеялись И, не отвечая на ропот, Лениво поплелись к своим вазам. Когда задняя подвода Поравнялась с тем местом, Где лежал убитый Уж, Человек с подвязанным лицом, Стоящий над Ужом, Обернулся к Пантелею И спросил плачущим голосом. «Дед, ну за что он убил Ужика?» Глаза у него, Как теперь разглядел Егорушка, Были маленькие, тусклые, Лицо серое, больное И тоже как будто тусклое. «Дед, ну за что убил?» Повторил он, Шагая рядом с Пантелеем. «Глупый человек, Руки чешутся, Оттого и убил», Ответил старик. «А Ужа бить нельзя, Это верно». За версту от деревни Обоз остановился Около колодца журавлем. Опуская в колодец свое ведро, Чернобородый Кирюха Лег животом на сруб И сунул в темную дыру Свою мохнатую голову, Плечи и часть груди, Так что Егорушки были видны, Одни только его короткие ноги И два касавшиеся земли. Пантелей тоже подошел к ведру. Он вынул из кармана Зеленый лампадный стаканчик, Вытер его тряпочкой, Зачерпнул им из ведра И выпил. Потом еще раз зачерпнул, Завернул стаканчик в тряпочку И положил его обратно в карман. «Дед, Зачем ты пьешь из лампадки?» Удивился Егорушка. «Кто пьет из ведра, Кто из лампадки?» Ответил уклончиво старик. «Каждый по-своему. Ты из ведра пьешь, Ну и пей на здоровье». «Голубушка моя, Матушка красавица!» Заговорил вдруг Васю Ласковым плачущим голосом. «Голубушка моя!» Глаза его были устремлены вдаль, Они замаслились, улыбались, И лицо приняло такое же выражение, Какое у него было ранее, Когда он глядел на Егорушку. «Камой ты?» Спросил Кирюха. «Лисичка, матушка!» Легла на спину и играет, Словно собачка. Все стали смотреть вдаль И искать глазами лисицу, Но ничего не нашли. Один только Вася Видел что-то своими мутными, Серыми глазами И восхищался. Зрение у него, Как потом убедился Егорушка, Было поразительно острое. Он видел так хорошо, Что бурая пустынная степь Была для него всегда полна Жизни и содержания. Стоило ему только Вглядеться вдаль, Чтобы увидеть лисицу, Зайца, Дрохву Или другое какое-нибудь животное, Держащее себя подальше от людей. Не мудрено увидеть Убегающего зайца Или летящую дрохву. Это видел всякий, Проезжавший степью. Но не всякому доступно Видеть диких животных В их домашней жизни, Когда они не бегут, Не прячутся, И не глядят встревоженно По сторонам. А Вася видел Играющих лисиц, Зайцев, умывающихся лапками, Дрохв, расправляющих крылья, Стрепетов, выбивающих Свои точки. Благодаря такой остроте зрения, Кроме мира, который видели все, У Васи был еще другой мир, Свой собственный, Никому недоступный И, вероятно, очень хороший, Потому что, когда он глядел И восхищался, Трудно было Не завидовать ему. Абосс расположился В стороне от деревни На берегу реки. Егорушка неспеша пошел В деревню. На своем веку Перевидал он немало Деревень, площадей И мужиков, И все, что теперь Попадалось ему на глаза, Совсем не интересовало его. От нечего делать, Чтобы хоть чем-нибудь Убить время, Он зашел в лавку, Над дверями которой Висела широкая Кумачевая полоса. Лавка состояла Из двух просторных, Плохо освещенных половин. В одной продавались Красный товар и бокалея, А в другой стояли Бочки с дегтем И висели на потолке хомуты. И с той, другой Шел вкусный запах Кожи и дегтя. Пол в лавке был полит. Поливал его, вероятно, Большой фантазер Вальнодумец, Потому что весь он Был покрыт узорами И каббалистическими знаками. За прилавком, Опершись с животом На конторку стоял Откормленный лавшник С широким лицом И с круглой бородой, По-видимому, Великорос. Он пил чай в прикуску И после каждого глотка Испускал глубокий вздох. Лицо его выражало Совершенное равнодушие, Но в каждом вздохе Слышалось Ужо, погоди, Задам я тебе. Дай мне на копейку Подсолнухов, Обратился к нему Егорушка. Лавшник поднял брови, Вышел из-за прилавка И всыпал в карман Егорушки на копейку Подсолнухов, Причем мерой служила Пустая помадная баночка. Егорушке Не хотелось уходить. Он долго рассматривал Ящики с пряниками, Подумал И спросил, указывая На мелкие вязьмские пряники, На которых от давности лет Выступила ржавчина. Почем эти пряники? Копейка пара. Наступило молчание. Вы чьи? Спросил лавшник, Наливая себе чаю Из красного медного чайника. Племянник Ивана Ивановича. Ивана Ивановича Разные бывают. Вздохнул лавшник. Он поглядел Через Егорушкину голову На дверь, Помолчал И спросил. Чайку не желаете ли? Пожалуй, Согласился Егорушка С некоторой неохотой, Хотя чувствовал Сильную тоску По утренним чае. Лавшник налил ему стакан И подал вместе С огрызенным кусочком сахара. Егорушка сел На складной стул И стал пить. Он хотел еще спросить, Сколько стоит фунт миндаля В сахаре. И только что Завел об этом речь, Как вошел покупатель. И хозяин, Отставив в сторону Свой стакан, Занялся делом. Он повел покупателя В ту половину, Где пахло дегтем И долго о чем-то Разговаривал с ним. Покупатель, Человек, по-видимому, Очень упрямый И себе на уме, Все время в знак Несогласия Мотал головой И пятился к двери. Лавшник убедил его В чем-то И начал сыпать ему овес В большой мешок. Хиба ци овес, Сказал печально покупатель, Ци не овес, а полова, Курам на смех. Не, приду к Бондаренку. Когда Егорушка Вернулся к реке, На берегу дымил Небольшой костер. Это подводчики Варили себе обед. В дыму стоял Степка И большой зазубренной ложкой Мешал в котле. Перед тем, Как снимать с огня котел, Степка всыпал в воду Три пригоршни пшена И ложку соли. В заключение он попробовал, Почмокал губами, Облезал ложку И самодовольно крякнул. Это значило, Что каша уже готова. Все, кроме Пантелея, Сели вокруг котла И принялись работать ложками. Вы дайте парнишке ложку, Строг заметил Пантелей. Чай, небось, тоже есть хочет. Наша еда мужицкая, Вздохнул Кирюха. И мужицкая пойдет во здравие, Была бы охота. Егорушке дали ложку. Он стал есть, Но не садясь, А стоя у самого котла И глядя в него, Как в яму. От каши пахло рыбной сыростью, То и дело, Среди пшена попадалась Рыбья чешуя. Но каша все-таки Показалась Егорушке вкусной И напоминала ему раковый суп, Который дома в постные дни Варила его мамаша. Пантелей сидел в стороне И жевал хлеб. «Дед, а ты чего не ешь?» Спросил его Емельян. «Не ем я раков. Ну их!» Сказал старик И брезгливо отвернулся. После обеда Все поплелись к вазам И повалились в тень. «Дед, скоро мы поедем?» Спросил Егорушка у Пантелея. «Когда Бог даст, Тогда и поедем. Сейчас не поедешь, Жарко!» «О, Господи, Твоя воля, владычица!» «Ложись, парнишка!» Скоро из-под вазов Послышался храп. Егорушка хотел было Опять пойти в деревню, Но подумал, позевал И лег рядом со стариком. Обоз весь день Простоял у реки И тронулся с места, Когда садилось солнце. Опять Егорушка Лежал на тюке, Воз тихо скрипел И покачивался. Внизу шел Пантелей, Притоптывал ногами, Хлопал себя по бедрам И бормотал. В воздухе По-вчерашнему Стрекотала степная музыка. Егорушка лежал на спине И, заложив руки под голову, Глядел вверх на небо. Он видел, Как зажглась вечерняя заря, Как потом она угасала. Ангелы-хранители, Застилая горизонт Своими золотыми крыльями, Располагались на ночлег. День прошел благополучно, Наступила тихая, Благополучная ночь, И они могли спокойно Сидеть у себя дома на небе. Видел Егорушка, Как мало-помалу темнело небо И опускалось на землю мгла, Как засветились Одна за другой звезды. Когда долго, Не отрывая глаз, Смотришь на глубокое небо, То почему-то мысли и душа Сливаются в сознание Одиночества. Начинаешь чувствовать себя Непоправимо одиноким, И все то, Что считал раньше близким И родным, Становится бесконечно далеким И не имеющим цены. Около полуночи Подводчики и Егорушка Опять сидели вокруг Небольшого костра. Пока разгорался бурьян, Кирюха и Вася ходили за водой Куда-то в балочку. Они исчезли в потемках, Но все время слышно было, Как они звякали ведрами И разговаривали. Значит, балочка была недалеко. Свет от костра лежал на земле Большим мигающим пятном. Хотя и светила луна, Но за красным пятном Все казалось непроницаемо черным. Подводчикам свет бил в глаза, И они видели только часть Большой дороги. В темноте, Едва заметно в виде гор Неопределенной формы, Обозначились возы стюками И лошади. В двадцати шагах от костра На границе дороги с полем Стоял деревянный могильный крест, Покосившийся в сторону. Егорушка, когда еще не горел костер И можно было видеть далеко, Заметил, что точно такой же Старый покосившийся крест Стоял на другой стороне Большой дороги. Вернувшись с водой, Кирюха и Вася налили полный котел И укрепили его на огне. Степка с зазубренной ложкой в руках Занял свое место в дыму Около котла И задумчиво глядя на воду Стал дожидаться, пока покажется пена. Пантелея и Емельян Сидели рядом, Молчали и о чем-то думали. Дымов лежал на животе, Подперев кулаками голову, И глядел на огонь. Тень от Степки прыгала по нем, Отчего красивое лицо его То покрывалось потемками, То вдруг вспыхивало. Кирюха и Вася Бродили поодаль И собирали для костра Бурьян и Берест. Егорушка, Заложив руки в карманы, Стоял около Пантелея И смотрел, как огонь ел траву. Все отдыхали, О чем-то думали, Мельком поглядывали на крест, По которому прыгали красные пятна. В одинокой могиле есть что-то грустное, Мечтательное И в высокой степени поэтическое. Слышно, как она молчит, И в этом молчании чувствуется Присутствие души Неизвестного человека, Лежащего под крестом. Хорошо ли этой душе в степи? Не тоскует ли она В лунную ночь? А степь возле могилы Кажется грустной, Унылой и задумчивой. Трава печальней, И кажется, что кузнецы Кричат сдержанней. И нет того прохожего, Который не помянул бы Одинокой души И не оглядывался бы на могилу До тех пор, Пока она не останется далеко позади И не покроется мглою. Все ели из котла. Пантелей же сидел в стороне особняком И ел кашу из деревянной чашечки. Ложка у него была не такая, Как у всех, А кипарисовая и с крестиком. Егорушка, глядя на него, Вспомнил о лампадном стаканчике И спросил тихо у степки, Зачем это дед особо сидит? Он старой верой, Ответили шепотом степка и Вася, И при этом они так глядели, Как будто говорили о слабости Или тайном пороке. Все молчали. Вдруг среди тишины Вася выпрямился И, устремив свои тусклые глаза В одну точку, Навострил уши. Что-то такое, Спросил его Дымов. Человек какой-то идет, Ответил Вася. Где ты его видишь? Вон, чуть-чуть белеется. Там, куда смотрел Вася, Не было видно ничего, Кроме потемок. Все прислушались, Но шагов не было слышно. По шляху он идет, Спросил Дымов. Не, полим. Сюда идет. Прошла минута в молчании. Послышались шаги. Кто-то торопливо шел. Что-то несет, Сказал Вася. Стало слышно, Как под ногами шедшего Шуршала трава И потрескивал бурьян, Но за светом костра Никого не было видно. Наконец раздались шаги Вблизи. Кто-то кашлянул. Мигавший свет Точно раступился. С глаз спала завеса. И подводчики Вдруг увидели перед собой Человека. Огонь ли так мелькнул? Или от того, Что всем хотелось разглядеть Прежде всего лицо Этого человека? Но только странно так вышло, Что все при первом взгляде на него Увидели прежде всего Не лицо, Не одежду, А улыбку. Это была улыбка Необыкновенно добрая, Широкая И мягкая, Как у разбуженного ребенка. Одна из тех заразительных улыбок, На которые трудно не ответить Тоже улыбкой. Незнакомец, когда его разглядели, Оказался человеком лет тридцати, Некрасивым собой И ничем не замечательным. Это был высокий хохол, Длинноносый, Длиннорукий И длинноногий. Вообще все у него Казалось длинным, И только одна шея Была так коротка, Что делала его Сутуловатым. Одет он был В чистую белую рубаху С шитым воротом, В белые шаровары И новые сапоги, И в сравнении с подводчиками Казался щеголем. В руках он держал Что-то большое, Белое И на первый взгляд Странное, А из-за его плеча Выглядывала дула ружья, Тоже длинная. Попав из потемок В световой круг, Он остановился, Как вкопанный И с полминуты Глядел на подводчиков Так, Как будто хотел сказать Поглядите, Какая у меня улыбка. Потом он шагнул К костру, Улыбнулся еще светлее И сказал Хлеб да соль, Братцы. Милости просим, Отвечал за всех пантелей. Незнакомец положил Около костра То, что держал в руках, Это была убитая Дрохва И еще раз поздоровался. Все подошли к Дрохве И стали осматривать ее. Важная птица. Чем это ты ее? Спросил Дымов. Картечью. Дробью не достанешь, Не подпустит. Купите, братцы, Я вам за двугривенный отдал. А на что она нам? Она жареная годится, А вареная небось жесткая, Не укусишь. Эх, досада! Ее бы господам в экономию снесть, Те бы полтинник дали. Да далече. Пятнадцать верст. Неизвестный сел, Снял ружье И положил его возле себя. Он казался сонным, Томным, Улыбался, Щурился от огня И, по-видимому, Думал о чем-то очень приятном. Ему дали ложку, Он стал есть. Ты кто сам? Спросил его Дымов. Незнакомец не слышал вопроса. Он не ответил И даже не взглянул на Дымова. Вероятно, этот улыбающийся человек Не чувствовал и вкуса каши, Потому что жевал как-то машинально, Лениво, Поднося ко рту ложку То очень полную, То совсем пустую. Пьян он не был, Но в голове его бродило Что-то шальное. Я тебя спрашиваю, Ты кто? Повторил Дымов. Я-то, Встрепенулся неизвестный, Константин Звоник Из Ровного, Отсюда версты четыре. И, желая на первых же порах Показать, что он не такой мужик, Как все, А получше, Константин поспешил добавить, Мы и пасеку держим, И свиней кормим. При отце живешь или сам? Нет, теперь сам живу, Отделился. В этом месяце после Петрова дня Оженился. Женатый теперь. Ныне восемнадцатый день, Как обзаконился. Хорошее дело, Сказал Пантелей. Жена ничего, Это Бог благословил, Молодая баба дома спит, А он постепу жатается, Засмеялся Кирюха. Чудак! Константин точно его ущипнули За самое живое место, Встрепенулся, Засмеялся, Вспыхнул. Ты, Господи, Нету ее дома, Сказал он, Быстро вынимая изо рта ложку И оглядывая всех радостно И удивленно. Нету! Поехала к матери на два дня. Ей-богу, Она поехала, А я как неженатый. Константин махнул рукой И покрутил головою. Он хотел продолжать думать, Но радость, Которую светилось лицо его, Мешала ему. Он точно ему неудобно было сидеть, Принял другую позу, Засмеялся и опять махнул рукой. Совестно было выдавать чужим людям Свои приятные мысли, Но в то же время Неудержимо хотелось Поделиться радостью. Поехала в Демидово к матери, Сказал он краснея, Перекладывая на другое место ружье. Завтра вернется, Сказала, Что к обеду назад будет. А тебе скучно? Спросил Дымов. Ты, Господи, А то как же? Без году недели, Как оженился, А она уехала, А? У, да бедовая, Накажи меня, Бог! Там такая хорошая, Да славная, Такая хохотунья, Да пивунья, Что просто чистый порох. При ней голова ходором ходит, А без нее вот словно потерял, Что как дурак по степу хожу, С самого обеда хожу, Хоть караул кричи. Константин протер глаза, Посмотрел на огонь И засмеялся. Любишь, значит, Сказал Пантелей. Там такая хорошая, Да славная, Повторил Константин, Не слушая. Такая хозяйка, Умная, да разумная, Что другой такой, Из простого звания, По всей губернии не сыскать. Уехала. А ведь скучает, Я знаю, Знаю, Сороку. Сказала, Что завтра к обеду вернется. А ведь какая история, Почти крикнул Константин, Вдруг беря тоном выше И меняя позу. Теперь любит и скучает, А ведь не хотела За меня выходить. Да ты ешь, Сказал Кирюха. Не хотела за меня выходить, Продолжал Константин, Не слушая. Три года с ней бился. Увидал я ее на ярмарке В Калачике, Полюбил до смерти, Хоть на шибеницу полезай. Я в Ровном, Она в Демидовом. Друг от дружки За двадцать пять верст, И нет никакой моей возможности. Засылаю к ней сватов, А она не хочу. Ах ты, сорока! Уж я ее и так, И этак, И сережки, И пряников, И меду полпуда. Не хочу. Вот тут и поди. А ну, ежели рассудить, То какая я ей пара? Она молодая, Красивая, С порохом. А я старый, Скоро тридцать годов будет. Где же мне с ней равняться? Разве вот только что Богато живем? Да ведь и они В Охроменке хорошо живут. Три пары волов И двух работников держат. Полюбил братцы И очумел. Не сплю, Не ем. В голове мысли И такой дурман, Ну, шо, Не приведи, Господи? Хочется ее повидать, А она в Демидове. И шо ж вы думаете? Накажи меня, Бог, не брешу. Раза три на неделе Туда пешком ходил, Чтоб на нее поглядеть. Дело бросил. Такое затмение нашло, Что даже В работнике в Демидове Хотел наниматься, Чтоб, значит, К ней поближе. Замучился. Мать знахарку звала. Отец раз десять Бить принимался. Ну, Три года промаялся И уж так порешил. Будь ты трижды Анафема, Пойду в город И в извозчик. Значит, Не судьба. На святой Пошел я в Демидова В последний разочек На нее поглядеть. Константин Откинул назад голову И закатился Таким мелким, Веселым смехом, Как будто только что Очень хитро Надул кого-то. Гляжу она С парубками Около речки, Продолжал он. Взяло меня зло. Отозвал я ее В сторонку И, может, Целый час Ей разные слова. Полюбила. Три года Не любила, А за слова Полюбила. А какие слова? Спросил Дымов. Слова? И не помню. Мне что вспомнишь, Тогда как Вода из желого Без передышки? А теперь Ни одного слова Не выговорю. Ну и пошла За меня. Поехала Теперь сорока К матери, А я вот Без нее По степи. Не могу Дома сидеть. Нет Моей мочи. Константин Неуклюже Высвободил Из-под себя Ноги, Растянулся На земле И подпер Голову Кулаками. Потом поднялся и опять сел. Все теперь отлично понимали, что это был влюбленный и счастливый человек, счастливый до тоски. Его улыбка, глаза и каждое движение выражали томительное счастье. Он не находил себе места и не знал, какую принять позу и что делать, чтобы не изнемогать от изобилия приятных мыслей. И, злив перед чужими людьми свою душу, он, наконец, уселся покойно и, глядя на огонь, задумался. При виде счастливого человека всем стало скучно и захотелось тоже счастья. Все задумались. Дымов поднялся, тихо прошелся около костра, и по походке, по движению его лопаток видно было, что он томился и скучал. Он постоял, поглядел на Константина и сел. А костер уже потухал. Свет уже не мелькал, и красное пятно сузилось, потускнело. И чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь. Теперь уже видно было дорогу во всю ее ширь, тюки, оглобли, вживавших лошадей. На той стороне неясно вырисовывался другой крест. Дымов подпер щеку рукой и тихо запел какую-то жалостную песню. Константин сонно улыбнулся и подтянул ему тонким голоском. Попели они с полминуты и затихли. Егоршкой овладела скука. Он пошел к своему возу, забрался на тюк и лег. Глядел он на небо и думал о счастливом Константине и его жене. Зачем люди женятся? К чему на этом свете женщины? Егорушка задавал себе неясные вопросы и думал, что мужчине, наверное, хорошо, если возле него постоянно живет ласковая, веселая и красивая женщина. Пришла ему почему-то на память графиня Драницкая, и он подумал, что с такой женщиной, вероятно, очень приятно жить. Он, пожалуй, с удовольствием женился бы на ней, если бы это не было так совестно. Он вспомнил ее брови, зрачки, коляску, часы со всадником. Тихая, теплая ночь спускалась на него и шептала ему что-то на ухо, а ему казалось, что это та красивая женщина склоняется к нему, с улыбкой глядит на него и хочет поцеловать. И в следующую затем ночь подводчики делали привал и варили кашу. На этот раз с самого начала во всем чувствовалась какая-то неопределенная тоска. «Было душно. Луна взошла сильно багровая и хмурая, точно больная. Звезды тоже хмурились, мгла была гуще, даль мутнее. Природа как будто что-то предчувствовала и томилась. У костра уж не было вчерашнего оживления и разговоров. Все скучали и говорили вяло и нехотя. Пантелей только вздыхал, жаловался на ноги. Направо сверкнула молния, и, точно отразившись в зеркале, она тотчас же сверкнула вдали. «Егорий, возьми!» — крикнул Пантелей, подавая снизу что-то большое и темное. «Что это?» — спросил Егорушка. «Рогожка! Будет дождик, так вот покроешься!» Егорушка приподнялся и посмотрел вокруг себя. Даль заметно почернела, и уж чаще, чем каждую минуту, мигала бледным светом, как веками. Чернота ее точно от тяжести склонялась вправо. Налево, как будто кто чиркнул по небу спичкой, мелькнула бледная фосфорическая полоска и потухла. Послышалось, как где-то очень далеко кто-то прошелся по железной крыше. Вероятно, по крыше шли босиком, потому что железо проворчало глухо. Вдруг рванул ветер из такой силы, что едва не выхватил у Егорушки узелок и рогожу. Встрепенувшись, рогожа рванулась во все стороны и захлопала по тюку и по лицу Егорушки. Ветер со свистом понесся по степи, беспорядочно закружился и поднял с травою такой шум, что из-за него не было слышно ни грома, ни скрипа колес. Сквозь пыль, залеплявшую глаза, не было видно ничего, кроме блеска молний. Егорушка, думая, что сию минуту польет дождь, встал на колени и укрылся рогожей. Загремел сердито гром, покатился по небу справа налево, потом назад и замер около передних подвод. Чернота на небе раскрыла рот и дыхнула белым огнем. Тотчас же опять загремел гром. Едва он умолк, как молния блеснула так широко, что Егорушка сквозь щели рогожей увидел вдруг всю большую дорогу до самой дали, всех подводчиков и даже Кирюхину жилетку. Черные лохмотья слева уже поднимались кверху, и одно из них, грубое, неуклюжее, похожее на лапу с пальцами, тянулось к луне. Егорушка решил закрыть крепко глаза, не обращать внимание и ждать, когда все кончится. Наконец ветер в последний раз рванул рогожу и убежал куда-то. Послышался ровный, спокойный шум. Большая холодная капля упала на колено Егорушки, другая поползла по руке. Он заметил, что колени его не прикрыты и хотел было поправить рогожу, но в это время что-то посыпалось и застучало по дороге, потом по оглоблям, по тюку. Это был дождь. Он и рогожа как будто поняли друг друга, заговорили о чем-то быстро, весело и припротивно, как две сороки. Трах-тах-тах-тах! Я в стенах чеканивал гром, катился по небу, спотыкался и где-нибудь у передних вазов или далеко сзади сваливался со злобным, отрывистым. Тррр! Егорушка решил обернуться лицом назад. Осторожно, как будто бы боясь, что за ним наблюдают, он стал на четвереньки и, скользя ладонями по мокрому тюку, повернулся назад. Трах-тах-тах! понеслось над его головой, упало подвоз и разорвалось. Глаза опять нечаянно открылись, и Егорушка увидел новую опасность. За возом шли три громадных великана с длинными пиками. Молния блеснула на остриях их пик и очень явственно осветила их фигуры. То были люди громадных размеров, с закрытыми лицами, поникшими головами и с тяжелую поступью. Они казались печальными и унылыми, погруженными в раздумья. Быть может, шли они за обозом не для того, чтобы причинить вред, но все-таки в их близости было что-то ужасное. Егорушка быстро обернулся вперед и, дрожа всем телом закричал, Пантелей, дед! Трах-тах-тах, ответило ему небо. Он открыл глаза, чтобы поглядеть, тут ли подводчики. Молния сверкнула в двух местах и осветила дорогу до самой дали, весь обоз и всех подводчиков. По дороге текли ручейки и прыгали пузыри. Пантелей шагал около воза, его высокая шляпа и плечи были покрыты небольшой рогожей. Фигура не выражала ни страха, ни беспокойства, как будто он оглох от грома и ослеп от молнии. Но дед не слышал. — Егорий, да ты спишь, что ли? — крикнул Пантелей. — Слезай! Оглох, дурачок! — Вот так гроза! — сказал какой-то незнакомый бас и крякнул так, как будто выпил хороший стакан водки. Егорушка открыл глаза. Внизу около воза стояли Пантелей и великаны. Последние были теперь много ниже ростом, и когда вгляделся в них Егорушка, оказались обыкновенными мужиками, державшими на плечах не пики, а железные вилы. А босс стоял в деревне. Егорушка сбросил с себя рогожу, взял узелок и поспешил с воза. Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, ему уж не было страшно, хотя гром трещал по-прежнему, и молния полосовала все небо. — Гроза хорошая, ничего! — промотал Пантелей. — Слава Богу! Ножки маленько промякли от дождичка, оно и ничего. Слез Егор ей. Ну, иди в избу. Ничего. Егорушка вошел в избу. Его встретила тощая горбатая старуха с острым подбородком. Она держала в руках сальную свечку, щурилась и протяжно вздыхала. — Ой, грозу-то какую Бог послал! — говорила она. — Она же в степу ночует, тот натерпится сердечный. Ну, раздевайся, батюшка, раздевайся. Старуха, вздыхая, вышла и скоро вернулась с арбузом и дыней. — Кушай, батюшка! Больше угощать нечем! — сказала она, зевая, затем порылась в столе и достала оттуда длинный острый ножик, очень похожий на те ножи, какими на постоялых дворах разбойники режут купцов. Кушай, батюшка! Егорушка, дрожа, как в лихорадке, съел, ломоть дыни с черным хлебом, потом ломоть арбуза, и от этого ему стало еще холодней. — Бабушка, — сказал Егорушка, — я спать хочу. — Ложись, батюшка, ложись! — вздохнула старуха, зевая. — О, Господи Иисус Христе, сама я сплю и слышу, как будто кто стучит. Проснулась, гляжу, а это грозу Бог послал. Свечечку бы засветить, да не нашла. Разговаривая с собой, она сдернула со скамьи какое-то тряпье, вероятно, свою постель. Сняла с гвоздя около печи два тулупа и стала постелать для Егорушки. — Гроза-то не унимается, — бормотала она, — как бы ни ровен час чего не спалила. Наши-то в степу ночуют. Ложись, батюшка, спи. Христос с тобой, внучек. Дыни-то я убирать не стану, может, вставши покушаешь? Вздохи и зевания старухи, мерное дыхание спавшей бабы, сумерки избы и шум дождя за окном располагали ко сну. Егорушке было совестно раздеваться при старухе. Он снял только сапоги, лег и укрылся овчинным тулупом. Пантелей и старуха сидели рядом у ног Егорушки и говорили шипящим шепотом, прерывая свою речь вздохами и зевками. А Егорушка никак не мог согреться. Что-то давило ему голову и грудь, угнетало его, и он не знал, что это — шепот ли стариков или тяжелый запах овчины. — Дед, мне холодно, — сказал он и не узнал своего голоса. — Спи, внучок, спи, — вздохнула старуха. Тит на тонких ножках подошел к постели и замахал руками, потом вырос до потолка и обратился в мельницу. Отец Христофор, не такой, каким он сидел в бричке, а в полном облачении и скрапилом в руке, прошелся вокруг мельницы, покрапил ее святой водой, и она перестала махать. Егорушка, зная, что это бред, открыл глаза. — Дед, — позвал он, — дай воды. Никто не отозвался. Егорушке стало невыносимо душно и неудобно лежать. Он встал, оделся и вышел из избы. Уже наступило утро. Небо было пасмурно, но дождя уже не было. Дрожа и кутаясь в мокрое пальто, Егорушка прошелся по грязному двору, прислушался к тишине. Как раз перед воротами на дороге стояли вазы. Мокрые подводчики с грязными ногами, вялые и сонные, как осенние мухи, бродили возле или сидели на оглоблях. Егорушка подошел к Пантелею и сел с ним рядом на оглоблю. — Дед, мне холодно, — сказал он, дрожа и засовывая руки в рукава. — Ничего, скоро до места доедем, — зевнул Пантелей. — Оно ничего, согреешься. А босс тронулся с места. — Захворал наш парнишка, — сказал Пантелей. — Должно живот застудил, парнишка-то. На чужой стороне плохо дело. А босс остановился недалеко от пристани в большом торговом подворье. Слезая с воза, Егорушка услышал чей-то очень знакомый голос. Кто-то помогал ему слезать и говорил, — А мы еще вчера вечером приехали. Целый день нынче вас ждали. Хотели вчерась нагнать вас, да не рука была, другой дорогой поехали. — Как ты свою пальтишку измял? — О, достанется тебе от дяденьки. Егорушка вгляделся в мраморное лицо говорившего и вспомнил, что это Дениска. — Дяденька и отец Христофор теперь в номере, — продолжал Дениска. — Чай пьют. Пойдем. И он повел Егорушку к большому двухэтажному корпусу. Пройдя сене, темную лестницу и длинный узкий коридор, Егорушка и Дениска вошли в маленький номерок, в котором действительно за чайным столом сидели Иван Иванович и отец Христофор. Увидев мальчика, оба старика изобразили на лицах удивление и радость. — А, Егор Николаевич, — пропел отец Христофор, — господин Ломоносов. — А, господа дворяне, — сказал Кузьмичев, — милости просим. — Егорушка снял пальто, поцеловал руку дяде и отцу Христофору и сел за стол. — Ну, как доехал Пуэрбоне? — засыпал его отец Христофор вопросами, наливая ему чаю и по обыкновению лучезарно улыбаясь. — Небось, надоело. И не дай бог на обозе или на валах ехать. Что ж ты чаю не пьешь? Пей. А мы без тебя тут, пока ты с обозом тащился, все дела под орех разделали. Слава Богу! Продали шерсть черепахину и так, как дай бог всякому. Хорошо попользовались. При первом взгляде на своих Егорушка почувствовал непреодолимую потребность жаловаться. Он не слушал отца Христофора и придумывал, с чего бы начать и на что, собственно, пожаловаться. Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола, пошел к дивану и лег. — Вот тена! — удивился отец Христофор. А как же чай? Придумывая, на что бы такое пожаловаться, Егорушка припал лбом к стене дивана и вдруг зарыдал. — Вот тена! — повторил отец Христофор, поднимаясь и идя к дивану. — Георгий, что с тобой? Что ты плачешь? — Я... я болен, — проговорил Егорушка. Иван Иванович подошел к дивану, потрогал Егорушку за голову, смущенно крякнул и вернулся к столу. — Вот что! Ты раздевайся и ложись спать, — сказал отец Христофор. — Тебе выспаться надо. Он помог Егорушке раздеться, дал ему подушку и укрыл его одеялом, а поверх одеяла пальто Ивана Ивановича. Егорушка закрыл глаза. Иван Иванович постал себе на полу, несколько раз зевнул, лениво помолился и лег. В коридоре часы пробили десять. Егорушка вспомнил, как еще много времени осталось до утра. В тоске припал лбом к спинке дивана и уж не старался отделаться от туманных, угнетающих грез. Но утро наступило гораздо раньше, чем он думал. Ему казалось, что он недолго лежал, припавший лбом к спинке дивана, но когда он открыл глаза, из обоих окон номерка уже тянулись к полу косые солнечные лучи. Отца Христофора и Ивана Ивановича не было. В номерке было прибрано, светло, уютно. Егорушка поглядел на подушку, на косые лучи, на свои сапоги, которые теперь были вычищены и стояли рядышком около дивана, и засмеялся. Ему казалось странным, что он не на тюке, что кругом все сухо, и на потолке нет молнии и грома. Он прыгнул с дивана и стал одеваться. Самочувствие у него было прекрасное. От вчерашней болезни осталась одна только небольшая слабость в ногах и в шее. Когда он, умывшись, надевал кумачевую рубаху, вдруг щелкнул в дверях замок, и на пороге показался отец Христофор в своем цилиндре с посохом и в шелковой коричневой рясе поверх парусинкового кафтана. Улыбаясь и сияя, он положил на стол просфору, и какой-то сверток помолился и сказал. — Бог милости прислал. — Ну, как здоровье? — Теперь хорошо, — ответил Егорушка, целуя ему руку. Отворилась дверь, и вошел Иван Иванович. Дядя торопливо поздоровался, сел за стол и стал быстро глотать чай. — Ну, со всеми делами справился, — сказал он. — Сегодня бы и домой ехать, да вот с Егором еще забота. Надо его пристроить. Сестра говорила, что тут где-то ее подружка живет, Настасья Петровна. Так вот, может, она его к себе на квартиру возьмет. Он порылся в своем бумажнике, достал оттуда измятое письмо и прочел. Малая Нижняя улица Настасьи Петровне Тоскуновой в собственном доме. Надо будет сейчас пойти поискать ее. — Ой, хлопоты! Вскоре после чаю Иван Иванович и Егорушка уж выходили из подворья. Сначала пришлось долго подниматься на гору по бульвару, потом идти через большую базарную площадь. — Послушай, тетенька, — обратился Иван Иванович к старухе, продававшей на углу в лотке подсолнухи и груши, — где тут дом Настасьи Петровны Тоскуновой? Старуха поглядела на него с удивлением и засмеялась. — Да не что ли Настасья Петровна теперь в своем доме живет? — спросила она. — Господи, уж годов восемь, как она дочку выдала и дом свой зятю отказала. Там теперь зять живет. А глаза ее говорили, как же вы, дураки, такого пустяка не знаете. — А где она теперь живет? — спросил Иван Иванович. — Господи, — удивилась старуха, всплескивая руками, — она уж давно на квартире живет. Уж готов восемь, как свой дом зятю отказалась. Что вы? Она, вероятно, ожидала, что Иван Иванович тоже удивится и воскликнет. — Да не может быть! Но тот очень спокойно спросил, где же ее квартира? Торговка засучила рукава и, указывая голой рукой, стала кричать пронзительным тонким голосом. — Идите все прямо, прямо, прямо. Вот как пройдете красненький домичек, так на левой руке будет переулочек. Так вы идите в этот переулочек и глядите третий ворота справа. Иван Иванович и Егорушка дошли до красного домика, повернули налево в переулок и направились к третьим воротам справа. В ста шагах от ворот стоял небольшой домик с красной крышей и с зелеными ставнями. Какая-то полная женщина с засученными рукавами и с поднятым фартуком стояла среди двора, сыпала что-то на землю и кричала так же пронзительно тонко, как и торговка. — Цып, цып, цып! — Здравствуйте! — крикнул ей Иван Иванович, отмахываясь палкой от рыжей собаки. — Скажите, пожалуйста, здесь живет Настасья Петровна Тоскунова? — Здесь. А на что вам? Иван Иванович и Егорушка подошли к ней. Она подозрительно оглядела их и повторила. — На что она вам? — Да может, вы сами, Настасья Петровна? — Ну, я. — Очень приятно. Видите ли, кланялась вам ваша давнишняя подружка Ольга Ивановна Князева. Вот это ее сынок. А я, может, помните, ее родной брат Иван Иванович. Вы ведь наша, Энская. Вы у нас и родились, и замуж выходили. Наступило молчание. Полная женщина уставилась бессмысленно на Ивана Ивановича, как бы не веря или не понимая. Потом вся вспыхнула и всплеснула руками. Из фартука ее посыпался овес, и с глаз брызнули слезы. — Ольга Ивановна! — взвизгнула она, тяжело дыша от волнения. — Голубушка моя родная! — Ах, батюшки, так что же я как дура стою? Ангельчик ты мой хорошенький! Она обняла Егорушку, обмочила слезами его лицо и совсем заплакала. — Господи! — сказала она, ломая руки. — Олечкин сыночек! Вот радость-то! Совсем мать! Чистая мать! Да что же вы на дворе стоите? Пожалуйте в комнаты! Плача, задыхаясь и говоря на ходу, она поспешила к дому. Гости поплелись за ней. — У меня не прибрано! — говорила она, вводя гостей в маленький душный зал, весь уставленный образами и цветочными горшками. — Ах, матерь Божия! Василиса, поди хоть ставни отвори! Ангельчик мой, красота моя неописанная! Я и не знала, что у Олечки такой сыночек! Когда она успокоилась и привыкла к гостям, Иван Иванович пригласил ее поговорить наедине. Егорушка вышел в другую комнату. Тут стояла швейная машина, на окне висела клетка со скворцом И было так же много образов и цветов, как и в зале. Около машины неподвижно стояла какая-то девочка, Загорелая, со щеками пухлыми, как у Тита, И в чистеньком ситцевом платьице. Она, не мигая, глядела на Егорушку И, по-видимому, чувствовал себя очень неловко. Егорушка поглядел на нее, помолчал и спросил. — Как тебя звать? — девочка пошевелила губами, Сделала плачущее лицо и тихо ответила. — Атька. Это значило Катька. — Он у вас будет жить, — шептал в зале Иван Иванович. — Ежели вы будете такие добрые, А мы вам будем по десяти рублей в месяц платить. Он у нас мальчик небалованный, тихий. — Уж не знаю, как вам и сказать, Иван Иванович, Плаксиво вздыхала Настасья Петровна. — Десять рублей деньги хорошие, Да ведь чужого-то ребенка брать страшно. Вдруг заболеет или что. Когда Егорушку опять позвали в зал, Иван Иванович уже стоял со шляпой в руках И прощался. — Что ж, значит, пускай теперь и остается у вас, — говорил он. — Прощайте. — Оставайся, Егор, — сказал он, обращаясь к племяннику. — Не балуй тут. Слушайся Настасью Петровну. Прощай. Я приду еще завтра. И он ушел. Настасья Петровна еще раз обняла Егорушку, Обозвала его ангельчиком, И заплаканная стала собирать на стол. Через три минуты Егорушка уж сидел рядом с ней, Отвечал на ее бесконечные расспросы И ел жирные горячие щи. А вечером он сидел опять за тем же столом И, положив голову на руку, Слушал Настасью Петровну. Она, то смеясь, то плача, Рассказывала ему про молодость его матери, Про свое замужество, Про своих детей. В печке кричал сверчок, И едва слышно гудела горелка в лампе. Хозяйка говорила в полголоса, И то и дело от волнения роняла на персток. А Катя, ее внучка, Лазала за ним под стол И каждый раз долго сидела под столом, Вероятно, рассматривая Егорушкины ноги. А Егорушка слушал, Дремал И рассматривал лицо старухи, Ее бородавку с волосками, Полоски от слез. И ему было Грустно. Очень грустно. Спать его положили на сундуке, И предупредили, что если он ночью захочет покушать, То чтобы сам вышел в коридорчик И взял там на окне цыпленка, Накрытого тарелкой. На другой день утром приходили прощаться Иван Иванович и отец Христофор. Настасья Петровна обрадовалась И собралась было ставить самовар, Но Иван Иванович, очень спешивший, Махнул рукой и сказал, Некогда нам с чаями да с сахарами. Мы сейчас уйдем. Перед прощанием все сели и помолчали минуту. Настасья Петровна глубоко вздохнула И заплаканными глазами поглядела на образа. Ну, – начал Иван Иванович, поднимаясь, Значит, ты остаешься. Егорушка поцеловал ему руку и заплакал. Что-то в душе шепнуло ему, Что он уже больше никогда не увидится с этим стариком. Сквозь слезы, застилавшие глаза, Егорушка не видел, как вышли дядя и отец Христофор. Он бросился к окну, Но во дворе их уже не было, И отворот с выражением исполненного долга Бежала назад только что лаявшая рыжая собака. Егорушка почувствовал, что с этими людьми Для него исчезло навсегда, как дым, Все то, что до сих пор было пережито. Он опустился в изнеможении на лавочку И горькими слезами Приветствовал новую неведомую жизнь, Которая теперь начиналась для него. Какова-то будет эта жизнь. Продолжение следует... ... Продолжение следует...